друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставите лайки ну что ж сегодня на повестке экономического календаря очень важный релиз для доллара сегодня мы ждем как и все трейдерское сообщество статистике по инфляции в сша данные по индексу потребительских цен которые выйдут от 15 30 по московскому времени соответственно по прогнозам друзьям как и следовало ожидать на фоне последнего релиза по индексу цен производителей который вышел в пятницу нас ожидает серьезный прирост по инфляционному показателю вполне возможно что в годовом выражении мы увидим цифру в два с половиной процента сравнивая ее со значением прошлого периода на 1 и 7 процента понимаем то что рост будет может быть друзья если на мнение изменяет памяти чуть ли не рекордным за последние несколько лет а индекс цен производителей который был опубликован в пятницу позволил нам предположить то что инфляция несомненно будет расти а если мы вспомним в принципе что ранее привело к растущим инфляционным ожиданиям и стала стимулом для повышения сначала индекса цен производителей а потом мы общего релиза по инфляции это мер экономического стимулирования друзья которые были запущены еще в двадцатом году в результате которых американские власти влили в экономику почти 5 триллионов долларов 25 процентов ввп сша другого эффекта не следовало ожидать безусловно потому что такая мощная денежная инъекция значительно увеличила денежную массу это понятно это элементарные экономические параллели и причины следственной связи и сейчас все это вливается в основной хе показатель индекса потребительских цен напоминаю что инфляцию принято разбирать с точки зрения того что если растет инфляция значит есть основания для снижения курса национальной валюты потому что это тоже очень логичное а последствия и взаимосвязанные явления как отреагирует доллар друзья это очень большой вопрос потому что сейчас на рынке есть трейдеры которые фанатично отстаивают две идеи во первых это то что рост инфляции может заставить американский регулятор изменить денежно-кредитную политику ужесточить ее посредством повышение процентной ставки отказа от программы количественного смягчения и соответственно это приведет к значительному росту американского доллара потому что доллар на ужесточение политики реагирует укрепление и другой лагерь трейдеров которые считают что если бы фрс все-таки даже подумывал о том чтобы изменить денежную кредитную политику он бы начал готовить рынок к этому заранее потому что вывалить на него решение об ужесточении монетарной политики внезапно когда трейдеры инвесторы не настраиваются на него к нему не готовы это чревато паническими настроениями и таким скажем полномасштабным сбросом риска в том числе американского фондового рынка которого мы не видели может быть даже со времен финансово-экономического кризиса 2008 года и если вы не обращали внимание друзья я хочу их чтобы вы все-таки приняли к сведению последний комментарий павла который он транслирует на протяжении мне кажется нескольких месяцев подряд о том что если американский регулятор все-таки созреет на решение изменить денежную кредитную политику а он просигнализирует об этом заранее на текущем этапе с этой политикой никаких изменений происходить не будет и только потому что ну пау дал такую установку потому что я сам прекрасно понимаю что меньше всего сейчас нужно фрс это провоцировать собственными руками друзья а панику на финансовых площадках я сегодня жду все-таки логичные реакции трейдеров на выхода макроэкономических данных по инфляции я сегодня не буду поддерживать идею того что инфляция выросла все плохо ставку нужно повышать иначе завтра будет инфляция еще выше я не разделяю такую точку зрения друзья я считаю что фреса не готова в текущих скажем к условиях все еще актуальных рисков инфляция к вида что-либо корректировать а в плане денежно-кредитной политики поэтому реакция доллара на выход данных по инфляции может предполагать все-таки его снижение и пробой поддержки 92 пункт если разбирать ситуацию с индексом американской валюты также я очень радею за идею того что действительно экономическое восстановление вакцинация стимулирующие меры начиная от пакета там в 1,9 триллиона долларов и заканчивая масштабными расходами на инфраструктурные проекты это то что будет дальше способствовать мощному движению восходящему американского фондового рынка поэтому держу длинные позиции по NASDAQ и по Dow Jones и ранее вам рекомендовал рассматривать эти инструменты тоже с точки зрения покупок надеюсь то что вы присоединились к этому восходящему ралли потому что индексы друзья растут и в ближайшие дни я практически уверен что ничего фондовому рынку не угрожает поэтому в сухом остатке у нас остается короткая позиция по американской валюте сегодня эта позиция может принести бенефиты для тех трейдеров которые верят в шарты потому что сегодня очень важный релиз о котором мы только что на поговорили в отношении американского фондового рынка пока взгляды те же самые да может быть коррекция она скорее всего и будет потому что американский фондовый рынок а без каких-либо откатов последние недели прет как локомотив как упертый вверх и коррекция уже давно назрела но я не отношусь спокойно для меня не будет скажем отката индексов на несколько процентов причиной разворота и убеждение в том что началась новая фаза нисходящего движения американской фонды нет если новостные фоны изменятся таким образом что действительно будут причины для увода индексов на негативную территорию на долгосрок я об этом вам расскажу друзья но сейчас таких рисков нету по золоту разумеется 1739 сейчас котировки за тройскую унсу рост инфляции фактор поддержки для золота главное чтобы параллельно с выходом данных по инфляции не стали расти доходности американских от режисс потому что в этом случае они будут начнут продолжат конкурировать золотом и по уже стояв устоявшейся традиции практики инвесторы сделают акцент опять же на долговой рынок надо чтобы трежериса все-таки приседали по доходности и надо чтобы сегодня реакция трейдеров было правильной цели 1750 1760 вполне реальны фунт против доллара 137 30 вчера реализовался очередной этап снятия карантинных ограничений открытые пабы открытые парикмахерские спортивные клубы отложенные потребительские спроса уже со вчерашнего дня фактически реализуется мы готовимся к очень сильным показателям за данный месяц по промышленности по сфере услуг и к неплохому отсчету по ввп я думаю что фунта вот так вот понемногу продолжит восстанавливаться доберется до цели 140 австралийцы против доллара тянется идея несколько недель 077 наш ближайший целевой ориентир сейчас котировки 076 и рынок нефти 63 60 чуть-чуть мы выросли на инциденте с очередной атакой еминских усидов на нефтяные объекты саудовской аравии это нефтяные объекты сауди арамка пока что каких-то дополнительных новостей нету но поскольку рост был не таким значительным я считаю что вряд ли мы будем говорить о серьезных последствиях виде разрушения инфраструктуры нет конечно же срывов перебоев поставок не будет но даже и без форс-мажора ближневосточного у нас есть причина говорить о росте котировок нефти это и восстановление мировой экономики это эффективные компании по вакцинации и в принципе ожидания более высокого спроса поэтому цели 65 и выше они по-прежнему актуальны на этом собственно все хорошей торговой сессии друзья и до скорых встреч всем пока